Подведем политические итоги недели с экспертом Атлантического совета Арилим Коэном. Он спустя пару недель, три недели снова в нашей студии. Рад тебя видеть. Поговорим про итоги выборов. Ты был участником нашего спецэфира. Многие тогда в ту ночь говорили, ну вот не случилась синяя волна. Сейчас особенно либеральные каналы говорят, ну как же не случилось, уже почти 37 мест. И на самом деле с учетом локальных выборов, губернаторов и тому подобное, на самом деле демократы серьезно набирают позиции. Согласен ли ты с этим? Я согласен, что это звонок Трампу, что Трамп не получил, как он желал этого, мощную всенародную поддержку. И по моим сведениям из узких кругов, приближенных к, у президента очень плохое настроение. Ну даже говорят о депрессии какой-то. В этой связи понятно, что он будет перекраивать кабинет. Будет набирать новых людей. И конечно, как у любого политика, смысл всего происходящего это 20-й год. То есть предвыборная гонка уже началась. А вот как он будет теперь выходить из положения, когда у него большое преимущество у демократов в палате представителей, это мы посмотрим. Скажи, что потом будет сейчас происходить? Как было при Бейнере, который говорил, что наша задача, вернее, Макконнелл тогда говорил, что наша задача сделать так, чтобы Барак Обам не переизбрался. В принципе, они все приходят и говорят, мы готовы протягивать руку другой стороне. А потом оказывается, что у нас абсолютный клинч. Вот что нас ждет? Ну, не только они протягивают руку, они за спиной держат, иногда не за спиной, а держат ножи. И это относится к обеим партиям. Когда демократы говорят о 85 расследованиях против Трампа, а Трамп уже сказал, я готов с вами сотрудничать, а будете меня расследовать, я вас буду расследовать. То понятно, я вот сейчас, как ты заметил, две недели был за пределами США, очень отрицательное отношение к нам, критикуют, видят тут не только демократию, но раздрай и разброд, и враги Америки, конечно, веселятся и рады этому только. Ты знаешь, я должен сказать, что многие мои американские знакомые считают, что у нас далеко не очень хорошо все с демократией сейчас. Поговорим о кадровой чехардее в Белом доме, если можно это назвать чехардой, потому что каждый день нам говорят про то, что кто решает все, как говорил один грузинский политик. Много говорят о том, что будет отставка Келли, многие говорят о Кирстен-Нильсене, и список можно продолжать. Будет или не будет? Будет, будет, конечно, будет. Трамп открыто говорит о своем недовольстве той самой Кирстен-Нильсен, министре национальной безопасности, которая меньше года провела на своем посту. Она протеже генерала Келли, начальника президентской администрации. Сам генерал несколько шатается, даже генерал Матис, который считается образцово-показательным министром обороны, пошатывается Уилбу Рос, министр торговли. Ему за 78, под 80, по моим данным, Трамп сказал, опять же, публично, на заседании кабинета, ты, Вилбур, уже через свой пик перевалил. То есть ты не в том состоянии, когда ты можешь хорошо защищать мою политику. Так что Трамп всегда, на мой взгляд, винит, конечно, не себя любимого, а других. И поскольку, как ты сказал, 37 мест преимущества у демократов, ну, я бы так сказал, что хотя 37-37, а вот в Сенате большинство даже увеличилось, импичмента, скорее всего, посмотрим, сейчас подождем, отчет Мюллера импичмента не будет. Так что, да, все направлено на победу в 2020 году. Некоторые говорят, что демократы не рискнут, на самом деле, затевать эту историю, чтобы не опозориться в Сенате. У меня короткий последний вопрос, история, которых многих удивила. Первая леди говорит, кому работать, а кому нет в Совете национальной безопасности. Это что-то, ну, по крайней мере, выглядит, я не знаком сильно с американской историей, выглядит просто как беспрецедентно. Что? Беспредел. Ну, как сказал один мой коллега, 8 лет отрубивший в администрации Буша, с первой леди, которая еще к тому же супермодель, не надо связываться. А сама героиня Мира Рикардель, я ее достаточно хорошо знаю, это человек, состоящий из клыков, ногтей и дубинок. Так что Мира получила то, что очень многие, к сожалению, ей желали. Спасибо, старший эксперт Атлантического совета Рейл Коин. Мы обсуждали главные политические итоги этой недели. Увидимся.